Всем доброе утро, сейчас едем со Степой до Мерса, я забронил в Мерседесе, и сейчас все по мне повезет, забрал очки сейчас в Тесу, вот, стартуем. Друзья, если вы в поисках надежного парка для работы, то рекомендую эксперт парк, сам лично работаю через этот парк, ребята очень серьезно подходят к своему делу и всегда стремятся улучшить свой сервис. Подключают к Яндекс.Такси и к Яндекс.Доставки по всей стране, комиссия парков всего лишь 50 рублей в сутки, есть возможность покупать смены в долг, но в тех регионах, где это еще возможно и для тех, кому это еще возможно, автоматические выплаты без комиссии и также есть 4 варианта возможности моментально уладить деньги, выбирать тот способ, который подходит именно для тебя. Также подключают к сети Мойбопа всей России и также подключают к самозанятых водителей. Все ссылочки я оставлю в описании, переходите на их сайт, регистрируйтесь, подключайтесь, техподдержка работает круглосуточно. Сегодня я взял в аренду Мерседес Ешка 21 года, это бензиновая версия. Вот так она выглядит, я уже заехал на мой канал в службе и пропылесосил ее, потому что там был вообще акту. В багажнике куча мусора из МакДака, в салоне куча мусора из МакДака, в общем, как-то так. Маленько прибрался, пропылесосил, вот такая вот комплектация, я не знаю, как это все, включается, разбирается, для меня это все там на лес. Сзади места мало, очень мало, типа вот так вот места за передним пассажиром, а за мной вот, прям вообще нет, но я сейчас буду двигаться. Салон грязный, тачка грязная, убитая, вот что косяки нашел, до этого я их не видел. Сейчас обхотаю, все. Снаружи выглядит круто, внутри не очень, салон по крайней мере. Ну прибор для водителя кайфового, все остальное не очень. Все, я вышел на линию, здесь даже горит возле меня коэффициент, 21 балл приоритета у меня. Так вот в салоне это все дело выглядит, на Мерседесе я катаюсь в первый раз вообще, до этого не ездил. Прям вообще от слова совсем. Панель тут вся прикольная, мне нравится, но все остальное вообще какое-то убожество. Тут был вообще сувенарник дикий, я уже все убрал. Прикольно, что есть зарядка Type-C и обычный прикуриватель. 21 год это у нас Яндекс Драйв, о, Яндекс Драйв, прикольно. Так, что у нас вот еще есть? Надо разбираться и смотреть, я ничего не понимаю сейчас. Первый поезд, долгая поездка, 45 минут, 33 километра. Вот такой вот. Дворец бракосочетания. Ну, поехали. Сесть туда, тебе сюда, но ничего страшного. А можем вот так аккуратно спереди на этот положить? Да, конечно. Спасибо. Так, я сейчас чуть-чуть пиро пододвинусь. А мне нормально все что, где-то езжать, как вам комфортно. Хорошо. Измайловская шестра, правильно? Да, измайловская шестра, как сочетание. По поездке пожелания какие-нибудь у вас будут? Просто музыку не громко. Если вы вдруг хотите взять машину в аренду, то вы знаете, куда обращаться. Таксопарк, Грулин. Номер телефона вы сейчас видите на экране. Промоход Alex.go дает 2 дня бесплатной аренды. Поэтому звоните, пишите, говорите, что от меня. И катайтесь. Машины хорошие. Пользуйтесь. 42 минуты завершить. 1744 рубля. Измайловский Закц, прикольно. Там на территории находится Кремль измайловский. Прикольно. Здравствуйте. Здравствуйте. Балашха. Здравствуйте. Пожалуйста, по поездке у вас было какие-нибудь? 28 минут. 1144 рубля. 1144 рубля. 1144 рубля. Надо теперь отсюда уезжать как-то. Я сейчас заехал на заправку. Заправиться. Заправлялся, естественно, не за свои бабки, пацаны. Через каршеринг. Через приложение Яндекс.Драйва. 45 литров на 2600 залезло. Вот. Пока прокатал я 875 рублей по километражу. Заработал 2800. Но при этом я заплатил 4684. Это трифт за два дня. Но у меня была скидка 870 рублей за то, что я прошлую смену тогда не докатал. Помните, на Бэхе отъехал? Мне был купон. И поэтому меня списали чуть поменьше, чем 4600. Ну, там на 800 рублей. Сейчас пойду пообедаю на нефтемагистрале и поеду дальше работать. Ситуация следующая. Я уже в Москве. Отстоял на шерстане энтузиастов в эту лютейшую пробку. Подъезжаю уже к трешке. Свернул нахер со шерстану энтузиастов. Тут как-то дворами-дворами. И куда-то приехал. Это просто дичь какая-то. Безвыделная какая-то тяжело. И мне до сих пор не упал заказ. Типа, я еду, блин, уже минут 40 без заказа. Это как так? Типа, я уже телефон перезагружал. На линию выходил, выходил. Че это за... Что это такое? Где заказ? Вторник, Яша. Давай заказ. Здравствуйте. Москва-сити. Ага. 21 минута. Москва-сити. Все, поехали, поехали. Это что за тачка, пацаны? Кто знает. Че-то тут прям куча народу вообще. А заказы не падают. О, Тесла. Кайф. Топ. Где заказы? А, цены, дайте заказ. Яндекс. Яндекс. Дай заказ. 11 минут. 541 рубль. Ой. Вы стоите, вы ко мне едите. Вы стоите или едите? Я катаюсь сюда-сюда на месте. Я уже приехал, на точке стою, получается. Ну, я про это и говорю. Все, давайте сейчас. Ага. Здравствуйте. 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 Кутузовский проспект. Да. Да, конечно, так. Как делать? Вот так? Да. Давайте помогу. Вот так. Ага. Да. По повестке у вас будут какие пожелания? Нет. 14 минут, 1067 рублей. Кэф 1,77 был. Ни хера себе. Вот таких бы заказов, чтобы 5 в час сделать. И вообще бы круто было бы. Смотрите, какая маленькая машина. Это что такое? Еще и праворукая. Прикол. Ну, выпускайте меня. 38 минут, 1805 рублей. Кайф. Московский. Куда здесь поехать? Постоять, подождать заказы. Кто шарит, рассказывайте. В 19 минут, 963 рубля. Смотрите, что за тачка стоит. Мальбора. Пушка, гонка. Да, ну просто точка там стоит, а я думал, там где-то разрыв есть. Я тоже посмотрела, так странно все сделала. Да, да, да. Александр Монахов, правильно? Да. Пожалуй, по поездке у вас будут какие-нибудь? Нет, быстро. Чтобы я уже поехала. Телепорт желательно, да? Да. 17 минут, 699 рублей. Коммунарка. Когда я отсюда уже уеду? Пацаны, дайте заказ с коммунарки. А? Куда-нибудь? Здравствуйте. Здравствуйте. Улица Лобачевского. Да, да. 22 минуты завершить. Наконец-то выбрал сейчас с коммунарки 850 рублей. Наконец-таки. Ну, я теперь правда на Лобачевского. И, наверное, я сейчас просто вот встану, как мудак, буду ждать заказ на территории больницы. 26 минут. Чуть не закупаешься. Завершить. 888 рублей. Здравствуйте. Парк Горького. Да, конечно. Какие-нибудь еще пожелания по поездке у вас будут? Чтобы меня не уточнили. Без резких парков и резких торможений. Хорошо. 31 минута. 927 рублей. Все. Кайф. Едем дальше работать. 13 минут. Завершить. 425 рублей. Самая дешевая поездка за сегодня. Без кайфа. Но в пробках настоялся. Ё-моё. 21 минута. 813 рублей. И тут же. Здравствуйте. Подведите к первому подъезду. Хорошо. Подведите к первому подъезду. Здравствуйте. На Минскую улицу. Да, да, да. Здравствуйте. На Минскую. Здравствуйте. Да, хорошо. Получается то, что я ночевал с собой 9 раз. По поездке пожелания будут у вас какие-нибудь? Нет. Вода есть? Конечно. Во двери. 11 минут 711 рублей. 9 минут завершаем 600 рублей. Так, поехали. Дальше работать. Заказ упал в аэропорт Внуково с кефом 1,45. Я поставил кнопку по дивану домой. Думаю, ну надо уже. До конца смены осталось там около минут 30. В этот момент было. И мне упал заказ во внучку. Зона вылета. Ехать 33 километра и это 39 минут, ну 40 минут. Как раз, как раз. В сторону дома, там до дома недалеко. И спать, а завтра утром на работу. Вот. Кстати, как думаете, сколько будет стоить заказ с центра Москвы до Внукова с кефом 1,45 по бизнесу? Я приблизительно пробил, ну вот на том месте, где я был, там во Внуково показывал 2,600. Не знаю, сколько будет это на самом деле, когда я сейчас возьму ночную поездку, но надеюсь, не меньше. Вот. Потому что если меньше, не очень. А если так же, то более-менее касса еще получится. Потому что так у меня касса вообще слабенькая. То есть, мои маленько важные мечты о бизнесе, они подрастали, и розовые очки слезли. Не все так радужно, ну не то, что перспектива, не все так радужно в общем бизнесу. Поэтому посмотрим, что получится. Если что, рейтинг у меня до сих пор пятерочка. Многие после прошлых видосов про бизнес писали, спрашивали, ну что, как рейтинг. А рейтинг пятерочка. Ну, по крайней мере, сегодня. Завтра утром может быть меньше. Посмотрим. Пожелание по поиске у вас было какие-нибудь? Да, я сомневаюсь. Хорошо, очень буду надеяться, что не останавливают. Да, лучше пристегнуться. Надеюсь, седьмого раза не будет. Я тоже искренне. Что-то сегодня происходит. Что-то я остановлюсь. Да. Следят за вами. Да, смотрят, где и с кем. Это я просто впервые там за несколько лет без мужа куда-то поехала. У меня уже подруги так прошутили. Чтобы смотреть, с кем я пошла. Да, да, да. Муж заплатил гаишникам. Ну вот там или есть там. А, ну, а, нет, подождите, врут. Да, вот один раз я их видел. Вот, да, стоят. Ну, меня не тормозили. У меня история была, когда я ехал с Питера до Новосибирска на машине. У меня за ночь один раз с Екатеринбурга выехал. И до Омска, вот там, ну, как раз где-то часов в 9-12 ехать. У меня пять раз остановили. А что, ночью никого нет, они это, тормозят. 37 минут 2 574. Нормально. Я, лошара, обсчитался со временем. И, ну, короче. Ну, давай, спасибо. Обсчитался со временем. И у меня, оказывается, еще час действует смена. А я зачем-то так рано выставился сюда. И, капец. Только я вышел на линию во Внуково, мне сразу же упал заказ в Химке. Но в Химке заказ какой? Водитель. Я поеду на чьей-то тачке в Химке. Это в чем плюс? Я поеду не на своей, пробег у меня не будет крутиться. И потом просто я обратно приеду на каршеринге, либо на такси. Вот. И я не знаю, на чем я поеду. Как думаете, на чем? Кто угадает, на чем поеду, тут красавчик. Кто угадает, сколько это будет стоить? 43 километра, 43 минуты? Пишите, звоните, говорите, сколько это будет стоить. А я, кстати, сегодня же, ну, естественно, с промиком работаю. Потому что... Че? Почему? Потому что у меня промик есть. Благодаря вам. Потому что вы зарегистрируетесь как самозанятый, указав мой промокод. Спасибо. Вот. И сейчас я подъезжаю уже на той же... Если хотите так же отработать, без комиссии Яндекса, то указывайте мой промокод. Вот. Походу я поеду на Мэр. Что? Я приехал обратно сюда, за машиной. Короче, поездка вышла в 38 минут 4068 рублей. Прикольно, прикольно. Но ожидание 20 минут на месте было здесь. И за счет этого ожидания там почти 800 рублей накапало. Поэтому вот как-то так. Так, в итоге я сейчас еду домой. До дома ехать мне... Сейчас скажу, сколько. Потому что я тут возле Внукова. Так. Дом МСК. Поехали. Угу. Спать хочу, капец. Сейчас обратно ехал на экономию. Вот 20 минут до дома мне ехать. Пацаны, 20 минут. Все. Кстати, ремень здесь крутой. Опа. И он сейчас меня прижмет. Опа. Прикольно. Все. Я поехал домой. Сейчас домой приеду, подведем итоги. Расскажу, сколько заработал. А что, свет не выключается? Как свет выключить? Ой. А, все. Разобрался. Так, нет, не разобрался. Что горит у меня здесь? Фонарь. Понятно. Нет, свет на тачке тоже горит. Насколько. Продолжение следует. Рассказывает. Продолжение следует. время 052 я приехал домой что по итогу мы имеем по итогу мы имеем 18 заказов на общую сумму 20 тысяч восемьсот семьдесят три рубля это грязными с этой суммы нужно отнять пять тысяч двадцать четыре рубля это я просто на километраже сегодня проехал сейчас давайте считать конкулятор 20 выключил почему ты включаешься двадцать восемьсот семьдесят три минус пять тысяч двадцать три рубля минус 524 это 15 849 и минус две пятьсот две триста две триста это на сутки аренды стоит машинка это уже 13 500 и минус 1400 у меня на такси ушел обратно вернуться 12 тысяч 149 рублей у меня получилось чистыми за сегодняшнюю смену но это потому что я с промиком если бы я работал без промика то у меня было бы намного меньше то есть восемь тысяч просто вот 8 800 ушел просто на тачку ну и обратно такси вернуться то есть прилично двадцать восемьсот семьдесят три минус тридцать процентов это 14 минус 7 300 ладно равно 7 300 7 300 чистыми было бы у меня сегодня если бы я работал с комиссией много это или мало с тем учетом что грязные двадцатка хороший вопрос вот я пошел отдыхать завтра новая смена завтра также на марсе также буду снимать видос подписывайтесь если еще не подписаны ставьте лайки и пишите ваши комментарии